Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как должен взаимодействовать коллектор с должником и куда обращаться, если взыскатель превышает полномочия? Об этом говорим сегодня в нашей студии начальник отдела введения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Оксана Козлова. Эфир прямой. Звоните и задавайте вопросы по телефону 202-11-22. Мы вас услышим. Здравствуйте, Оксана Владимировна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что на сегодняшний день представляет из себя рынок коллекторских услуг? Кто этим занимается? Ну, этим занимаются юридические лица, которые в свою очередь приобретают задолженность просроченную в отношении физических лиц. Данное юридическое лицо регистрируется у нас в реестре и уже после этого начинается заниматься взысканием просроченной задолженности. Но есть же еще и нелегальные, наверное, коллекторские такие службы или частные конторы. Они существуют? Ну, а таковых, так скажем, как вы выразились в конторах, как бы неуведомлено, да? Есть еще просто такие организации, которые тоже могут взыскивать задолженности. Это микрофинансовые организации, микрофинансовые клубы. Вот что тут в этом роде. Ну, существует список легальных, официальных коллекторских агентств, и они все зарегистрированы. Совершенно верно. Юридическое лицо, у которого основной вид деятельности – это взыскание просроченной задолженности, он в обязательном порядке регистрируется в государственном реестре Федеральной службы судебных приставов. Их может быть сколько угодно. На сегодняшний день сколько их? Много? Мало как это можно оценить? И какой порядок, чтобы войти в этот список? Что нужно сделать? Ну, на сегодняшний день в реестре порядка 160 юридических лиц, которые занимаются взысканием просроченной задолженности, как основным видом деятельности. А требования, которые предъявляются к таким юридическим лицам, они четко обозначены в 230-м законе. Это Федеральный закон о защите прав и законных интересов физических лиц при взыскании с них просроченной задолженности. В данном законе также указаны все требования, предъявляемые к юридическому лицу. Вот их количество пополняется? Это выгодно быть в этом списке легальном в реестре или нет? Ну, каждое юридическое лицо... Нет, просто каждое юридическое лицо, оно для себя принимает решение, да, чем оно будет заниматься. Если оно приняло решение, что основным видом деятельности будет взыскание просроченной задолженности, значит, обязательное требование находиться в реестре. То есть это выбор юрлица, так скажем, но требования он должен исполнять в соответствии с законом. А взаимоотношения судебных приставов и коллекторских агентств на сегодняшний день как складываются? У вас какие функции? Потому что вы же тоже должны взимать задолженности по долгу службы, а здесь вы курируете, получается, еще коллекторские агентства. Как выстраиваете? Да, совершенно верно. У нас задолженность взыскивать судебные приставы исполнителя. В части коллекторов, будем так их называть, у службы две функции. Это ведение госреестра, то есть мы данное юридическое лицо должны внести в госреестр, выдать ему свидетельство, которое подтверждает, что он в реестре может заниматься данным видом деятельности. И вторая функция – это государственный контроль и надзор за данными юридическими лицами. То есть мы контролируем и следим, чтобы они не нарушали порядок общения с должниками, чтобы они соблюдали и держали, так скажем, в нормальном состоянии все свои установные документы и так далее. Я хочу напомнить телезрителям, что у нас прямой эфир. И если у вас есть вопросы к судебным приставам, если вы сталкиваетесь с ними, то, пожалуйста, звоните. У нас начальник отдела управления Федеральной службы судебных приставов Оксана Козлова, она ответит на ваши вопросы. Эфир прямой. Скажите, пожалуйста, а в какой момент коллекторы начинают действовать? Откуда к ним поступает информация от должники? И вот как это все на практике происходит? Ну, я так понимаю, данную задолженность просроченную юридическое лицо пакетами приобретает у банка. То есть если люди, которые взяли кредит в кредитную организацию, то есть банки, и не смогли выплатить спустя какое-то время, данная просроченная задолженность передается коллектору на условиях, которые обговариваются между банком и коллектором. С этого момента должен быть заключен договор цессии переступки прав требования между банком и юридическим лицом. После этого момента коллекторы начинают действовать и изыскивать просроченную задолженность. А вы часто сталкиваетесь с тем, что идут жалобы на коллекторов? Или в настоящее время их все меньше и меньше? Потому что одно время бум просто был, что даже художественные фильмы и какие-то сюжеты показывают, что до такой степени... Но бум продолжается и начинает носить уже глобальный характер, так как с каждым днем жалоб все больше и больше. А с чем они связаны? Что происходит? Ну, сама, если честно, сейчас анализирую данный вопрос. Это либо тяжелое финансовое положение в принципе, в целом, да, у каждого второго гражданина, либо кредитор, да, взыскатель, который взыскит просроченную задолженность, ну, как-то уже начинает превышать свои полномочия и нарушает 230-й закон. Поэтому граждане активно пишут жалобы. Сейчас физические лица стали более, так скажем, активно пользоваться своим правами. Помимо того, что жалоба написана, уже поступают флешки, диски с записями разговоров, распечатки звонков, которые берутся у операторов сотовой связи, скриншоты телефонов, на которые поступают там, смс с угрозами и так далее. То есть жалоб, которые содержат в себе доказательную базу, все больше и больше, но они поступают каждый день. То есть обязательно нужно доказательную базу, а не просто слушать вот эти звонки или еще что-то, а обязательно собирать их изначально. Но это желательно. Вы без этого не принимаете заявление, обращение, жалоба? Нет, мы примем любое обращение, любую жалобу. Ну, да, это... А как это сделать лучше? То есть ставить вот диктофон или что? Ну, чтобы уже подойти? Ну, у нас, да, у каждого в телефоне имеется функция там диктофона, либо записи разговора, то есть люди... Ориентируются. Граждане, да, пользуются этим. А по количеству звонков, сколько можно в сутки, чтобы коллектор звонил? Или как понять, что они уже превышают какие-то лимиты, нормы? Или может быть это нормально, что они вот постоянно там звонят по 20 раз? Ну, взаимодействие кредитора с должником, оно допустимо либо почтовыми отправлениями, либо личными встречами, либо сообщениями. Ну, и последнее, это телефонные переговоры. Соответственно, взаимодействовать кредитор может в будние дни только с 8 до 10, в выходные дни с 9 до 8 вечера, в выходные и праздничные дни. Взаимодействие может осуществляться не более двух раз в день. Соответственно, если данное количество нарушено, это уже идет нарушение закона, и граждане уже идут с жалобой. Да. А скажите, какие штрафные санкции, какая ответственность грозит тем коллекторам, которые нарушают вот эти нормы? Ну, данное изменение законодательства, то есть претерпел изменение, и как раз 230-й закон, и между тем изменения вынесены и в Кодекс административных правонарушений Российской Федерации, где сейчас предусмотрена статья 1457, протокол, по которой полномоченно составляют должностные лица Федеральной службы судебных приставов. Как раз данная норма предусматривает штрафные санкции для коллекторов, которые достигают до 2 миллионов рублей. Также имеется такой вид наказания, как административное приостановление деятельности срока на 90 суток, либо ликвидация юридического лица. Да, это серьезная ответственность, серьезное наказание. Скажите, а какие требования предъявляются изначально к юридическому лицу, который осуществляет взыскание просроченной задолженности, для того, чтобы включить его в официальный легальный реестр? В первую очередь данная деятельность юридического лица должна являться основным. Все уставные документы у юридического лица должны быть в полном порядке. Также требуется, чтобы имелась страховка. То есть нужно обязательно заключить договор обязательного страхования. Это на случай, если вдруг коллекторам нанесен ущерб должнику, чтобы он мог быть возмещен ему. Также все работники юридического лица в обязательном порядке не должны иметь судимость. Мы на этом остановимся, потому что поступил звонок. Еще о требованиях дальше продолжим говорить. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Клименков Павел Валерьевич. Я являюсь представителем взыскателя. Я бегаю за должником уже более 17 лет. В последний момент удалось установить автомобиль должника. Судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий должника. Но, я так понимаю, этого постановления недостаточно, чтобы его изъять, скажем так, через сотрудников ГАИ и обратить на него взыскание. Вы не подскажете, как правильно оформить документы, чтобы можно было фактически изъять у должника транспортное средство? Спасибо. Но, помимо постановления о запрете регистрационных действий в отношении транспортного средства, судебным приставом исполнителям должен быть составлен акт о писье ареста данного транспортного средства. Только при наличии данного акта транспортное средство возможно изъять и передать его на реализацию в торгующую организацию. По тем моментам, которые указаны в акте описи ареста. То есть там должны присутствовать, должны их взыскать, либо их представители, в обязательном порядке два понятых, не менее. При этом определяет соответственный хранитель данного транспортного средства, который будет предупрежден об уголовной ответственности за утерю, так скажем, порчу и так далее, арестованного имущества. После всей вот этой процедуры, после оставления акта, автомобиль изымается и направляется в торгующую организацию для реализации в счет погашения долга. Спасибо. У нас еще есть время, поэтому звоните. Эфир прямой 202-11-22. Вопросы к судебному приставу. Пожалуйста, мы вас услышим. Итак, мы остановились на том, какие требования еще предъявляются к юридическому лицу, кроме того, что не должны иметь судимости. И что еще? Да, сотрудники юридического лица не должны иметь судимость. И помимо сотрудников, директора-учредители не должны иметь денежных обязательств. То есть в отношении них не должно быть исполнительных производств. То есть, ну, такие факты были, да, во всем реестре, в который включены юридические лица, в количестве 160 штук. Были отказы в государственной регистрации по тем основаниям, что директор юридического лица имел задолженность, которая была неоплачена своевременно в установленный законом срок. То есть также явление является основанием для отказа в государственной регистрации. А вообще у коллекторов есть какие-то риски? Допустим, они не добиваются того, чтобы оплатила долги вот их, даже не знаю, абоненты, как их называют? У них есть какие-то риски вообще у коллекторов, у самих? Вот и обязательства, вот как выстраивается их работа? Потому что мы все время смотрим с точки зрения обывательств, что они страдают, что очень часто им звонят, еще что-то, что они бедные, несчастные. А вот сами коллекторы? Ну, коллекторы, если вдруг не взыскивается просроченная задолженность дружника, если они не могут справиться со своими. У них всегда есть право в суд. А, то есть здесь уже свои обязанности после судебного решения, к своим обязанностям приступает судебный пристав исполнитель. Все понятно. Спасибо. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Представьтесь и задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. У меня вопрос такого характера. Машина, находящаяся в исполнительном производстве, была представлена судебному приставу. Был составлен акт и оставлена машина на ответ хранения у владельца. Правоверно ли был назначен исполнительский сбор по данному делу, так как машина была оставлена у владельца согласно акту составленному судебному приставу? Спасибо. Ну, боюсь, вы связываете абсолютно две разные вещи, как акт описи ареста имущества должника и исполнительский сбор. Дело в том, что исполнительский сбор судебный пристав исполнитель выносит после того, когда истек срок для добровольного исполнения, и должником судебное решение не исполнено. После установленного добровольного срока, который истек, выносится постановление взыскания исполнительского сбора, и пристав приступает к совершению исполнительных действий, в том числе как составление акта описи ареста. А тот факт, что у автомобиля оставлено ответственное хранение должнику либо взыскателю, то здесь данный момент решается на месте, и здесь права ни должника, ни взыскателя не нарушены. Скажите, пожалуйста, если юридическое лицо не соблюдает закон, вот то, что вы курируете, контролируете, можно ли как-то на него пожаловаться, и как это сделать, и как вы работаете с обращениями, с таким, в течение какого срока рассматривается, какие вы можете действия произвести, что в ваших силах полномочия? Если юридическое лицо, как мы называем их, коллекторы, нарушают 230 закон, то есть там либо порядок взаимодействия, позвонили больше, чем положено, написали смс не того содержания, которого следует, либо направили уведомление об оплате задолженности, при этом вводят в заблуждение, там указывают данные, которых быть не должно, то любое физическое лицо в описательном порядке идет и пишет к нам жалобу. Данные жалобы рассматриваются в течение 30 дней, это в соответствии с законом 59-го порядке рассмотрения обращений граждан. Если вдруг растерялся должник при звонке, при разговоре, не уточнены какие-то данные или еще что-то, мы данные данные запросим в госструктурах, у операторов сотовой связи и так далее. Единственное, что если идет жалоба на нарушение 230-го, то это, конечно же, к нам в управление. Служба судебных приступов Самарской области. Я вас прерву на минуточку, потому что к нам еще дозвонился, уже ждет телезритель. Добрый вечер, представьтесь и задавайте свой вопрос. Анатолий Кузьмин, у меня вот такой вопрос. Мы живем с другом на даче полгода, и мы лишены всяких льгот, потому что у нас, в общем-то, критерия по нулям, и газ, и вода. И вот как это выйти из положения? Мы же не на костре затоим на даче, мы также расходуем электроэнергию, также покупаем газ. Вот как вот этот вопрос решить законным путем, чтобы мы все-таки получали эти льготы? А то полгода мы живем, получаем, полгода не получаем. И еще вопрос. Вот сейчас у меня закончилось, так как пришлось ездить, искать в супругу лекарства, и другие проблемы были со здоровьем. У меня закончилось про это, эти 50 проездов. Вот теперь две недели я должна ей сдачивать счет. Вот когда вот это дело-то вот утрясут, чтобы все-таки пенсионеры не дрожали над тем, как ехать им или не ехать. Общаться им и стать родственниками, не общаться с друзьями, с коллегами бывшими. Ну, так тоже нельзя лишать нас общения. Спасибо. Понятны ваши претензии. Я хочу спросить, это к вам относится? Вы можете как-то прокомментировать? К сожалению, да, данный вопрос находится не в пределах компетенции нашей службы. Но единственное, что могу подсказать, все, что касается квитанции и те льготы, которые там вам предоставлялись, этот вопрос нужно решать обязательно в порядке с управляющей компанией. А то, что касается проезда, вот эти льготы на проезд, здесь, наверное, на целесообразие в социальную службу обратиться. Ну, эти вопросы за пределами наших компетенций. Да, человек в погонах вызывает доверие и, наверное, вот такое желание сообщить о своих проблемах. мы остановились на том, что нарушает коллектор свои, значит, функции, полномочия и так далее. И что вы можете сделать? Сможете ли вы провести проверку этого юридического лица? Как это происходит? Да, конечно, по жалобе могут быть проведены как внеплановые, так и плановые проверки. Плановые проверки, они уже составлены, график, утверждены, вернее, пока еще только на утверждении в прокуратуре, они официально размещаются на сайте Генеральной прокуратуры, и там видно, когда, в какой период, какое юридическое лицо будет проверено. А внеплановая проверка, она всегда организовывается по жалобе, либо по информации поступившей, что в юридическом лице, вернее, в документах юридического лица там имеются какие-то неточности, либо еще что-то. То в таком случае, да, уже проводится внеплановая проверка, по результатам которой принимается решение либо у привлечения юридического лица к административной ответственности, либо нет. А часто бывают нарушения у коллекторов? И с чем они связаны чаще всего? При плановых проверках, даже не плановых? Ну, к счастью, возможно. Внеплановых проверок пока в нашем регионе не было, но, возможно, да, будет запланировано. Даже судя по звонкам, что есть какие-то проблемы и непонимания. Возможно, да, будет проведена проверка, но, опять же, жалобы на коллекторов, которые у нас в реестре, за 8 месяцев всего поступило пока 2. То есть это говорит о том, что юридические лица все-таки соблюдают 230 закон и дорожат своим местом в реестре. Да, это приятно слышать. У нас еще есть телефонный звонок. Добрый вечер. Представьтесь и задавайте свой вопрос. Валерий Иванович, у меня вопрос такой. Могут ли, любые призывы, снимать, извиняя, безжеленности, для того, чтобы погасить за долг? Валерий Иванович, если у вас есть возможность перезвонить еще раз, плохая связь, мы вас не услышали. Извините, но попробуйте еще раз проблемы со связью. И так, ответственность есть. Если вот в официальном реестре легальном, то все идет сегодня у нас нормально. Скажите, у нас прошло больше полгода, уже какие-то можно итоги подвести? Вы сказали, что были изменения приняты, вот какие-то выводы? Вы сказали, что анализируете ситуацию? Что можно сказать? Ну, во-первых, бы хотела сказать, напомнить всем гражданам, что данный закон, он регулирует отношения только между физическим лицом и юридическим лицом, то есть того, который взыскивает просроченную задолженность. Данный закон не распространяется и не действует по отношению к индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам. Просто сейчас очень много поступает жалоб юридического лица, да, что там на его рабочий телефон звонят коллекторы, блокируют работу. Мы сами здесь столкнулись. Здесь, к сожалению, да, закон не работает. Мы работаем только на защиту прав и законных интересов физических лиц. А может ли коллектор, сейчас примем звонок, а дальше продолжим. Добрый вечер, представьтесь, задавайте ваш вопрос. Любовь Светлановна, у меня такой вопрос. С 14-го года мне ставят все время долг за холодную воду. Я ходила, разбиралась, и все. Никаких долгов нет у меня, ничего. И опять мне ставят долг, долг, долг. Да, спасибо. Любовь Федоровна, если к вам поступает данная информация, уведомление от иного юридического лица, а не от вашей управляющей компании, то вы можете написать жалобу и копию данного уведомления направить к нам. Мы тогда посмотрим, что у вас это за задолженность и кто ее пытается взыскать. Если все-таки данную задолженность вам, так скажем, выставляет управляющая компания, то здесь целесообразнее, конечно, разобраться с ними самостоятельно. Вот я хотела спросить до звонка, насколько законно если коллектор звонит уже не самому должнику, а его родственнику, понимая, что должник как-то не реагирует и вообще не собирается даже возмещать задолженность, либо сотруднику, коллеге, в организацию, где он работает. Насколько это все законно? Это незаконно. Незаконно. И вот в данном случае что могут сделать эти люди, которые принимают на себя вот это вот неудобство? Помимо того, что они могут написать жалобы в наше управление, они также могут написать жалобы в Роскомнадзор. Так как здесь идет нарушение в социальных данных. То есть жалобы пишут туда. Если поступает угроза жизни и здоровья, то однозначно жалобы направлять в правоохранительные органы. Если опять же идет жалобы на нарушение по звонкам, по СМС, то это в наше управление. Но третьим лицам звонить запрещено. Спасибо за уточнение. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Алло, Алло. Говорите, говорите. Алло. Говорите, мы вас слушаем. Скажите, пожалуйста, угодящая компания банкрот и прошло уже более трех лет выплачивали, а судья, значит, без представителя компании говорит, пришла какая-то бумага против без представителя вести суд. Может ли это быть вообще по ЖКХ? По коммунальным условиям процесс судопроизводства оно, в принципе, допускает, что если гражданин либо представитель юридического лица по тем или иным причинам не может явиться в суд, то всегда направляется ходатайство, где просят рассмотреть дело в его отсутствии. В принципе, представитель управляющей компании воспользовался своим правом, в том числе управляющая компания воспользовалась своим правом, и это допустимо. А как ваше ведомство работает с обращениями граждан? Какие встречаются чаще всего, как они отрабатываются? Вот чтобы, опять же, проанализировать ситуацию, что не так, что происходит? Ну, основная масса жалоб, это, конечно же, от третьих лиц, потому что зачастую дожник держится более стойко и спокойнее, когда ему звонят по взысканию просроченной задолженности. То есть он спокойно разговаривает, там, да ладно, я вам отдам, ждите и так далее. То есть здесь, да, за душу разговор его не взял. Поэтому, когда переключается уже коллектор на третьих лиц, брат, сестра, мама, папа и так далее, таким образом они пытаются воздействовать, то есть, понятно, да, мама преклонного возраста, у которой, возможно, да, больной сердце, соответственно, она, их надежда на то, что она повлияет на своего ребенка и тот оплатит кредит. Но я говорю, основная масса жалоб это жалобы третьих лиц. То, что им звонят, пишут, приходят и так далее. Да. Еще один телефонный звонок. Пожалуйста, представьтесь и задавайте свой вопрос. Беспокоит город Чапаевска. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Славянка организация банкрот. К сожалению, да, такая задержка связи идет. Если можно, коротко сформулируйте вопрос. Я хочу просить. Значит, нету представителя от этой славянки на банкрот. А судья действительно хочет. Если организация банкрот, то у той организации, которая банкротится, арбитражным судом назначается конкурсно-управляющий. Поэтому, по-видимому, в судебное заседание может явиться либо конкурсно-управляющий, либо может направить ходатайство рассмотрение дел в его отсутствии. То есть это возможно. То есть это прошлый звонок. Да. Скажите, какие-то рекомендации для должников самих, даже третьих лиц. Ну, третьих лиц вы сказали, что можно обращаться нужно, если их беспокоит. А сами должники как должны себя вести с коллекторами? Какие-то есть основные рекомендации? Если все это идет в правовом поле? Ну, желательно, да, при поступлении звонка. Но с СМС-то понятно, что, то есть в СМС-сообщении должно быть указано именование юрлица в обязательном порядке, какую задолженность заискивать, с кого и так далее. Секундочку. Сейчас примем последний звонок. Дозвонился до нас телезритель. Говорите, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, 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 говорите. Вас беспокоит, Сергей, звать меня Сергей. Я плачу кредит с 14-го года. Два года я платил кредит, все нормально, как положено, но немножко потерял работу и плачу сейчас намного меньше. Но я плачу. Угу. Вопрос ваш, короче, потому что времени мало. А сюда идут звонки, опять на 6 звонков за вечер. я могу плачу. Сергей. Сергей, конечно, в любой день с письменной жалобой, с подтверждением звонков и смс на ваш номер, вы приходите к нам в управление на Урицк-18, вы пишете жалобу, мы осуществляем прием ежедневно, примем вашу жалобу и рассмотрим ее. Все-таки вы сказали, что доказательная база нужна о подтверждении звонков. Вот посоветуете Сергею, как это сделать? Ну, если Сергей говорит, что ему каждый вечер звонят порядка 5-6 раз, то однозначно у него сохранились номера. То есть он может с вами просто с телефоном прийти и показать, что вот-вот. Совершенно верно. А уже в рамках рассмотрения его жалоб, обращения проведем проверку, где установим, на кого данные номера зарегистрированы, кто является собственником и так далее. Чтобы понимать, кто звонит Сергею. Да, ну еще у нас буквально одна минутка. Еще какие-то рекомендации может быть у вас остались для того, чтобы это общение было не односторонним, а двусторонним и приводило к каким-то ощутимым результатам. говорю, физическим лицам, да, при... Понятно, что когда звонки поступают, очень теряются. Но желательно услышать и спросить, какое юрисово звонит, то есть номинование, фамилия, имя, отчество звонившего, по какому вопросу он звонит. Чтобы понимать потом, на кого жаловаться, по возможности сохранять все смс-сообщения о все входящие звонки, чтобы потом не составило проблемы, да, запросить детализацию. То есть все-таки нужна отказательная база тоже. Спасибо за то, что пришли, за важную и полезную информацию. Спасибо и вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова